Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня я познакомлю вас с книгой классика мировой литературы Улима Шекспира «Ромео и Джульетта». Это эталонная история любви для меня. Чистая, юная, бескомпромиссная и героическая. И это действительно трагедия. Их любовь пролила свет на тьму. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о «Ромео и Джульетте». Улим Шекспир занимает, пожалуй, одно из главных мест мировой литературы. Гениальному драматургу нет равных и по сей день. Повесть «Ромео и Джульетта» является одним из тех творений автора, которые были написаны в самый ранний период его творчества. Юный Ромео, сын семейства Монтеки, влюбляется без памяти в девушку из семьи, с которой много лет непримиримо враждуют его фамилия – Джульетту из Капулетти. И чувство его взаимно, но давняя ненависть семей мешает их любви. Смысл истории открывается читателю стремительно. Жизнь человека можно считать полноценной, если у него есть выбор. Так из-за многовековой вражды между Монтеки и Капулетти этого выбора лишены дети обеих семей. Однако главным героям все же удалось воссоединиться. В содержательном плане любовь победила гнев, вражду и месть. Конечно, здесь очевидная идея человеконенавистничества. Для поднятия этой проблемы автор создает образ Тибальта. Этот юноша настолько ослеплен гневом, что не имеет никакой другой цели, кроме как истребления рода Монтеки. Противоположность ему старый Капулетти признает, что пора прекратить вражду и жаждет мира. У Шекспира очень легкий слог. Произведение читается без каких-либо затруднений. Имеется множество крылатых фраз и цитат, используемых многими и в повседневной жизни. Все действия развиваются на протяжении пяти дней. Пять дней. А они уже клянутся вечной любви. Два подростка, родители которых враждуют так, что даже уже и не помнят причину этого соперничества, оказываются между двух огней. Семья Капулетти не слышит свою дочь, насильно заставляет ее выйти замуж за молодого человека благородного происхождения. Дальше роковое стечение обстоятельств, ряд несчастных случайностей ложатся на плечи детей. Что приводит к трагической концовке? Такой финал предсказуем с первых сцен трагедии. Когда умирает один из героев, Ромео скажет. Убийство. Это грядущего недобрая примета. Шекспир нагнетает ощущение тревоги. Ночь. Тайна. Предчувствие смерти. Трагедии нет. Но она уже витает в воздухе. И в конце концов происходит. Кто виноват? Судьба? Не думаю. Из-за слепой ненависти и непонятной вражды между семействами, из-за эгоизма оказалось столько неоправданных жертв. Произведение определенно пришлось мне по душе. Пьеса натолкнула меня на размышления о том, почему так нелепо оборвалось столько жизней, и почему так важно уметь слушать и слышать не только себя, но и тех, кто находится рядом. Это классическое произведение, сюжет которого всем известен, даже тем, кто не читал. И всё же лучше прочесть этот шедевр. Советую к прочтению всем, кто ещё не читал. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok